Между городами Северодонецк и Лисичанск, что на Луганщине, восстановили взорванный боевиками в 2014 году мост через реку Северский Донец. Для этого понадобилось полтора года времени и полтора миллиона евро, из которых 90% Украине предоставил Европейский Союз. Непосредственное открытие транспортного сообщения случилось накануне. Первое проехалось по мосту Виктория Васильченко. Этот мост был взорван боевиками 22 июля 2014 года, чтобы помешать наступающей украинской армии освободить город Лисичанск. Спустя почти два года путепровод починили, и он готов к использованию. Теперь из Северодонецка в Лисичанск добраться можно значительно быстрее. В 2014 году здесь за моей спиной стоял блокпост сепаратистов. Чтобы украинская армия не зашла в город, они взорвали для этого мост. Полтора года времени и полтора миллиона евро понадобилось, чтобы избавиться от последствий подрыва моста и запустить главную транспортную артерию между городами Северодонецком и Лисичанском. 90% суммы выделил Европейский Союз. Оставшиеся 10% ремонтники получили из бюджета Северодонецка. Очень вовремя пришла помощь от наших друзей, от Европейского Союза. Те средства, которые поступили сюда, та помощь техническая, организационная, она неоценима. Мы сделали этот мост, мы соединили два наших города еще одним мостом, самым коротким по этому пути. После торжественного открытия жители Лисичанска и Северодонецка пронесли по мосту 30-метровый флаг Украины и поделились с нашей съемочной группой своими впечатлениями. Слава Украине! Здоровая слава! Слава Украине! Здоровая слава! Слава Украине! Здоровая слава! У нас наконец-то получилось открыть этот мост. Мы сможем ездить прямо через этот мост, не объезжая через пролетарства. Это очень круто, это очень время экономит. Этот мост соединил Лисичан-Серодонецк. Теперь здесь возможность не только ходить транспортом, но и маршрутком. И мы надеемся, что существенно уменьшится стоимость для людей, которые ездят из Лисичанска в Серодонецк и обратно. На открытии моста присутствовал представитель ЕС в Украине Пит Блонде, который заявил, что Украина является приоритетным партнером Евросоюза. Всего при восстановлении моста заменили около трех квадратных километров дорожного покрытия. Также восстановили освещение на проезжей части, под мостом и аварийное освещение.